Поэтому инвестору необходимо создавать условия и в областных городах. Но пока дело не дошло до регионов, только у столицы в запасе примерно два десятка перспективных проектов развития. В основном это отели, бизнес и спортивные центры. В итоге проспект победителей и задуман как деловое, культурное и спортивное ядро города. В течение нескольких лет расширятся спортивные зоны в районе теннисных кортов и футбольного манежа. На выезде из города возникнет еще одно спортивное сооружение с бассейнами и гимнастическим центром. После введения в строй Минск-арены возникнет необходимость гостиниц для спортсменов. И планы по их созданию уже существуют. Крупный спортивный комплекс появляется. Возможно будет какой-то... Будет интерес, будет. Будет востребован, конечно. Там же и велотрек, и крокобежные. Это надо жить здесь, потому что таких центров будет немного. Ну да, он должен работать, он должен работать. Он и будет работать. Да, и возможно будут приезжать спортсмены здесь останавливаться. И тренироваться, команды будут тренироваться. Невозможно будут, потому что ледовых площадок их хватает по стране. А это будет единичное объект. И при том в Европе здесь больше таких нет. Если лед хороший будет для конькобежцев, или хороший велотрек, а он будет хороший. Они будут съезжаться за тысячу километров, и надо жить где-то. Если что-то изменится действительно сильно, то это самый центр Минска исторического. Один из самых многообещающих проектов, представленных главе государства, касается восстановления Минского замчища. Еще в 80-е при прокладке метро здесь обнаружены уникальные артефакты. Городская брама, древний мост и городская застройка. С помощью новых технологий их можно будет расконсервировать. Специальный вакуум сохранит памятник истории от естественного разрушения. Здесь возникнет пешеходная зона для горожан, соединенная с Троицким предместьем. За кинотеатром Москва, там сейчас большое такое пустое, пока не востребованное, можно сказать, пространство, там будет гигантский торговый молл. Порядка 40-60 тысяч метров квадратных. Проектирование этого торгового молла мы будем вести со специалистами из Лондона. Смысл этих изменений проспекта Победителей заложен еще в генплане развития города. Вода, зелень, масштаб самой магистрали и точечная застройка ультрасовременными сооружениями должна подчеркнуть значимость этого ядра. И далее работа будет продолжаться. На очереди проспект Дзержинского. Это будет район жилой застройки, но выдержанный в таком же современном стиле. А самый центр Минска будет опоясан такими же новыми хай-тек высотками. Это правда перспектива будущего. Ну а на изменении лица проспекта Победителей архитекторы отводят примерно 5-6 лет. Максим Короткин, Олег Мазура, Панорама недели.